Привет друзья! Сегодня приготовим очень вкусный и полезный чечевичный суп с копченостями. Чечевицу употребляли в пищу с доисторических времен, так как она надолго давала чувство сытости и насыщала организм необходимыми веществами. Чечевицу 350-400 грамм хорошо промыть, залить водой и оставить на некоторое время. Сырой продукт содержит фазин и фазиалунатив, вещества, которые легко нейтрализуются в вымачиваемом бобу в воде или при любой термической обработке. Тем временем займемся подготовкой овощей. Лук. Одну большую или две маленькие луковицы мелко шинкуем. Морковь одну штуку натираем на крупной терке или можно нарезать небольшими кубиками. Это на ваше усмотрение, как вам нравится. Копченую колбасу 300 грамм нарезаем мелким кубиком. Для этого супа можно использовать колбасные сорти. Можно взять 100 грамм краковской колбасы, 100 грамм охотничьих колбасок и 100 грамм копченой куриной грудинки. Картофель 3-4 штуки среднего размера нарезаем небольшими брусками. Я для нарезки использую фигурный нож. Так картошечка в супе выглядит более симпатичной. Когда все продукты подготовлены, на плиту ставим подходящую кастрюлю, вливаем небольшое количество растительного масла, обжариваем лук 2-3 минуты до прозрачности, периодически помешивая. Затем всыпаем морковь и жарим еще 2-3 минуты на среднем огне до готовности овощей, периодически помешивая. Затем выкладываем колбасу, обжариваем все вместе несколько минут на среднем огне, периодически все помешивая. Затем выкладываем картофель и обжариваем все вместе на среднем огне несколько минут. После чего добавляем чечевицу, предварительно слив лишнюю жидкость. Если у вас что-то подгорело, ничего страшного, дайте овощам немного прижариться Затем заливаем все кипятком, вода должна быть чуть выше уровня овощей Чечевичный суп это в большей степени густой наваристый суп, поэтому не стоит делать его слишком жидким Чечевица содержит большое количество белка, которое легко усваивается организм По своей питательности она не уступает хлебу, крупам и в какой-то степени мясу Поэтому она является прекрасным питанием для спортсменов и вегетрианцев, а также во время поста Чечевица содержит меньше жира, чем горох, полезна при диетическом питании Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес Клетчатка в ее составе снижает чувство голода и улучшает пищеварение После того, как суп вскипел, добавляем специи, солен, перчим по вкусу Добавляем копченую паприку, перец, чили, молотый кориандр, тимьян по вкусу По желанию можно добавить сушеный чеснок и хмели-сунели тоже по вкусу Хорошо все перемешиваем, убавляем огонь и оставляем томиться на слабом огне на 25-30 минут До готовности картофеля и чечевицы За пару минут до готовности добавляем лавровый лист Магний и калий, которыми богата чечевица, необходимы для полноценной работы сердца и нервной системы Это делает ее незаменимым продуктом для людей, страдающих заболеванием сердца Эта бобовая очень полезна для беременных, так как в чечевице содержится много фолиевой кислоты До 90% рекомендуемой дневной нормы Фолиевая кислота ускоряет развитие плода Готовый супчик посыпаем мелко рубленой зеленью и можно подавать к столу Приготовьте полезный чечевичный суп, порадуйте себя и своих близких А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok